как мы туда лезем ну мы лезем это однозначно это уже просто даже идиотея не использовать шанс того что мы уже сюда забрались какой в задницу про план и а и и и и и и и что почему куда ты поменял ты идиот почему поменялся крюк я не понимаю эту игру временами просто абсолютно когда это произошло и нажимал единицу ладно допустим пошли зараженные в задницу даже париться с ними не буду есть они есть там громила тут of везде они даже при желании не смогут меня догнать эйден держусь прыгаю и карабкаюсь со всех сил оно того стоит эйден связь это все ты Ты сраный ублюдок. Если с ней что-то случится, то это из-за тебя. Да, это все ты виноват. Если хочешь, можешь идти на самоубийство. Но ее не втягивай. Я ее не просил. Свяжусь с ней и отговорю. Забудь, она выключила рацию. Кажется, я слишком много ей наговорил, и... Черт. К счастью, я предупредил Мэтта, ее не пустят внутрь. Эй, в любом случае, я уже почти наверху. Даже если она доберется, все уже закончится. Ты... ты где? На крыше здания? Не хватило. Ах ты, мать твою, ублюдок! А я не видел, что у тебя получится. Ну, черт, получилось. Мне, в принципе, не хватает, или... Ну, кстати, на карпалях мне могло, в принципе, не хватить. Интересно, что тут делать в этой ситуации. Не, ну вид здесь хороший. Что ты хотел сделать? Радио новой надежды. Сообщение о мире и дружбе. Сплотить людей. Дать им надежду. Да, ну... В молодости я был безнадежным романтиком. Что тут скажешь? Как-нибудь повыше подняться нельзя. Прощайте. Зато красиво! Я даже не пытался просто параплан открыть и думаю. Ну, насладимся полетом. Слишком резко прыгнул. Думал, там будет очевидно. Не увидел, куда. Ну, надо позволить! Отменся. Ура! 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 СкENездо. Ура! 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 Хо. Ура! Ура! Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Да? Как? Башни раньше управляли военные. У меня есть передатчик, который может вклиниться в их сигнал и перебить их передачу. Нам нужно только активировать антенну сектора. Да и все, я уже здесь. Главное все настроить. Ну, не на самом еще верху. Но приблизительно... Тут непонятно. Ну, непонятно, как прыгнуть так, чтобы... Ну, видимо, вот так. Я просто не думал, что он так сводится. Я у передатчика. Что дальше? Хорошо. Хорошо. Щелкни выключатели, мы готовы. Заработало. Класс. Теперь слушай. Я тут подумал. Радио «Новые надежды» можно сделать. Но выбор за тобой. Когда я включу передатчик, Мэтт расскажет мне о враче из ВГМ. Мне нужно знать, где моя сестра и что с нами сделал Вальц. Иногда наш выбор значит больше, чем мы сами. Иногда наши поступки имеют значение. Я не пытаюсь тебя уговаривать. Ты включил передатчик. Решать тебе. Фрэнк, а какая музыка тебе нравилась? Что? Интересно, какую музыку ты хочешь крутить на своем радио? Только не говори, что там будет одна болтовня. Я ведь могу передумать. Ах ты, ублюдок, я не могу поверить. Спасибо, Эйден. Я так тебе благодарен, ты и представить себе не можешь. Любую музыку, какую пожелаешь. Эйден, что-то не так. Мы не можем поймать сигнал. Людям эта антенна нужна больше, чем вам. Что? Эйден, что ты наделал? Скоро услышишь. Надеюсь, у Фрэнка все получится. Фрэнк? Ты отдал управление антенной этому алкашу? Поверить не могу. Я заберу ее у него, обещаю. Удачно тебе залезть наверх. Эйден, а я думал, мы станем друзьями. Прости, Джек. Таков мой путь. Добрый день, Велидор. Фрэнк вернулся, и у меня для вас потрясающие новости. В закусочной есть одеяло, еда и питьевая вода. Все нуждающиеся, обращайтесь к Николасу. Оставайтесь с нами, и я опять вернусь с посланием надежды. А пока наслаждайтесь музыкой. Ты смог! Привет. И я тебе рад. Никогда так больше не делай! Это за что? Ты мой должник. Чуть подошвы не потеряла, пока к тебе добиралась. Ну, прости. Прости? Я уже думала, что буду твои кишки отскребать, а ты прости. Луан, невероятно. Ты переживала за меня? Заткрысь. Я уже сказала, ты мой должник. Кроссовкам конец. Я чувствую, как бетон царапает мне ноги. Мне нужна новая пара. Не так уж все плохо. Ты уверена, что у нас нет дел поважнее? Если бы меня волновал их внешний вид, я бы их давно выкинула. Я рискнула и выбрала сложный путь, чтобы скорее до тебя добраться. Но ветер снес меня в разбитый баннер. Ебаные шипы оказались еще хуже, чем выглядели. Это была моя последняя целая пара обуви, Эйден. Мои верные друзья в этом грязном, мстительном деле. Без них я... Так что, пошли. Хочешь купить новые кроссовки? Сейчас? Это что, шутка? Я выгляжу так, будто шучу. Луан, ты... Эй! Блин. Луан, переживать за кого-то, это не признак слабости. А куда мы идем? Сомневаюсь, что в этом районе много открытых обувных. Есть одно место. Возможно, там еще остались мои старые вещи. Думал, твои вещи в рыбьем глазе. Но идем мы явно не туда. Заткнись и не отставай. У-у-у, там набор четвертого уровня. А-а-а... Не отставил. Не знаю, правда, куда, но не отставил. Фрэнк обрадовался, что получил телебашню в свои руки. Я еще не успела с ним поговорить. А то я сомневаюсь. Потому что ты упустил шанс найти Мию? Да. Не переживай. Мы все узнаем. А теперь давай вернем мне кроссовки. Видишь, что место? Квартира 216. Найди большую красную коробку с золотой отделкой. Я там хранила обувь. Ты не пойдешь со мной? Из-за тебя я лишилась кроссовок. С тебя новые. Зайди внутрь, забери обувь и уходи. И ничего больше не трогай. Ясно? Эй, Луан, как-то все подозрительно. Что происходит? Просто забери их, ладно? Ты залез на ебаную телебашню. Заберешься и в квартиру. Зависит от того, что там. А, ладно. Трусиха. Что-то вообще просто на истерике, мать. Так. Куар Мачета Глифа. Ну, тут 81. Хай-тек, одноручный топор. Это мы ставим 100%. В навыках, значит, очки боя. Крушащий прыжок. Прыгайте сразу после крушения. Получайте возможность выполнить еще одну воздушную атаку. Нажмите пробел. А, F нужно нажимать. Двойное убийство ножом. Эй, таран. Кстати, клево. Захват с броском. Удерживайте F во время захвата, чтобы увеличить его силу. Я что-то не знаю, но так работает. Удар в прыжке лучше взять. Это потому что работает прям очень сильно через раз. Что-нибудь новое здесь нет. Что-нибудь новое здесь да, но нет. Что-нибудь новое здесь нет. Что-нибудь новое здесь нет. квартира 216 216 как будто знакомые цифры 216 причем тут 216 и 216 я внутри ничего не трогай что же тебя так напугало есть лестница наверх есть лифт но без выхода на тот этаж класс интересно работает наш сборник не ожидал такого от лоан лоан ты выглядишь счастливой уютный гнездышко ты жила тут не одна он живет здесь никто там не живет найди чертову обувь и не я даже не знаю куда наверное пять здоровья хотя давай выносливость возьмем 65 что-то как-то с каждым ингибом становится хреновее да мне не нравится тенденция совершенно они проводили здесь вместе войну времени лоан нашел твою обувь круто теперь варя оттуда жаль уходить милая гнездышко с вином видом на город и музыкой такую лоан я даже представить не мог знаю что не могу винить парнишку за то что это лоан ему нравилось да пошел ты эй я не лоан стой что хакон ах ты ублюдок любовь не кукла жалкая в руках у времени стирающего розы черт лоан у кофточку прихватим может еще ах 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 и об кто Pay поэкспериментировать где она луан ты здесь слушай я не хотел тебя обидеть так и знал что ты пойдешь на эту крышу нет какой вниз я хотел остаться и мы сейчас наверх поднимемся обратно я хочу полетать зачем он учитывает пробел как спуск свобода даже вентиляцию сделали специально я знал что не хватит а мне наверх спасибо за ветер господи как я залезу туда теперь должен был просто туда долететь а теперь я не знаю что делать а он там есть трос то есть надо залезть сюда опять многоступенчатая крыша да отвали мне неинтересно просто как изначально залезу сюда тоже хороший вопрос потому что я не вижу ни ни одной и не ветра ничего тут можно залезть попробуем и почему-то весь ветер идет от этой крыши что это за хрень такая так вот вот трос почему летать на перегонки что это а а и и и и и и и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот. Твои кроссовки. И это тоже возьми. Я не знал, что вы с Хаконом были близки. А почему ты думаешь, он вверху моего списка? Да, теперь понятно. Если кто-то любит стихи, еще не значит, что он не заслуживает смерти. Вы расстались, потому что он бросил Фрэнка? Или он бросил Фрэнка, потому что вы расстались? Эйден, не нужно это сейчас анализировать. Что бы ни случилось, это была ошибка, ясно? Я была слишком наивной. Вот поэтому я и не хотела, чтобы ты там рылся. Мог бы и послушать меня. Извини. Забудь об этом. Оставь меня в покое. Что происходит? Ты никогда не сдаешься, да? Сама знаешь. Ну, а ты должен знать, что я ненавижу сопли. Рассказать о своих чувствах – это не сопли. Ладно. Хочешь – оставайся. Ну, не мешай мне. Я завета. Тем, что бухаешь? Нет, зануда. Тем, что смотрю на звезды. О, я вижу большую медведицу. А ты талант. Вот только это небольшая медведица. Ох. Ну, попробовать стоило. Много созвездий знаешь? Ага. Фрэнк много мне рассказывал о ночном небе. Мы строили рыбий глаз, и я забиралась по лесам на самую крышу. Фрэнк поднимался сказать мне, что слишком холодно или поздно. Но все заканчивалось очередной историей на многие часы. А я любила слушать. Звезды такие ясные и так близко, словно их можно схватить за яйца. Так говорил Фрэнк. Мило, да? А что насчет тебя? Что насчет меня? У пилигримов разбиваются сердца? Ну, я... Мы... Забудь. Ого! Стеснительный. Похоже, твое созвездие... Сигнус. Сиг... Что? Вон, смотри. Лебедь. Когда смотрю на звезды, всегда нахожу лебедя. Ты все выдумала, чтобы меня впечатлить. Может быть. А может и нет. А ты впечатлен? Еще как. Значит, ты познакомилась с Хаконом, когда строили Рыбий глаз? Они с Фрэнком часто общались друг с другом. Они дружили. Это очень простая история. Молодая девчонка, которой хотелось внимания. А он был рад поразвлечься. Главное, что я усвоила урок. На всю жизнь. Но тебе все еще не все равно. Иначе зачем ты послала меня в квартиру? Да, Эйден, не все равно. Мне важно, кто я сейчас. Вот почему я не хотела туда возвращаться. Чтобы слабая девчонка, что жила там, не вернулась. Раньше я ее ненавидела. А теперь я совсем другая. А стих? Просто слова, Эйден. Но в них смысл? Любовь не кукла, жалкая в руках. У времени, стирающего розы. На пламенных устах и на щеках. И не страшны ей времени угрозы. Просто слова. Да. Просто слова. Нам надо поспать. Эйден, если я увижу Хакона, я убью его. Вот так. Не пытайся остановить меня. Хорошо. Но месть не принесет облегчения. Это не для меня. Это для Фрэнка. Я отомщу за всех, кто погиб той ночью. Много звезд погасло навсегда. Хакон красиво говорит, но он бросает своих друзей в беде, и они умирают. Он показал свое истинное лицо. Чертов трус. Время назад не вернешь. Это правда. Но я могу остановить его часы. Я сделаю это. Да. Спокойной ночи, Эйден. Доброе утро, Велидор. Наступил новый день. Новая жизнь. Ваш друг Фрэнк ведет передачу. Да, именно. Передачу. Из рыбьего глаза. С этого дня я буду сообщать вам хорошие новости со всего Велидора. и тем самым помогать вернуть этому городу пылое единство. Луан. Луан, ты где? Итак, ребята, давайте начнем эту новую главу с вдохновляющей музыки. Эйден, слышишь? Иди в закусочную. Не обижайся, Фрэнк, но у меня сейчас нет времени. Мэтт обещал помочь найти сестру, но я передал телебашню тебе, и теперь мне пиздец. Успокойся. Приходи в рыбий глаз, поговорим. Есть одна идея. Я хочу помочь, Эйден. Ладно. Скоро буду. Надо только... А, последняя воля. Найдите жену Леона. Это где-то в городе. Ну, вообще на корабль. Ночные бегуны. Сейчас, подожди. Во-первых... Во-первых, навыки. Что бы такое взять? Ускорение. Это ускорение. Прыжок в длину. Давай прыжок в длину, короче. Здесь все оставим, кроме, может быть... Искры можно поставить. Давай искры поставим. Окей. Еще можно прокачать, но мне так лень. Последняя воля. А, мне нужно отнести только Леон. Ну, найдите жену Леона. Отмечается на карте или нет? Отмечается. Все, 630. Давайте сначала сходим туда. Я думаю, надо отнести все житоны, которые мы собрали. Всех, кто умер. Видимо, только задание с Леоном есть. Ночные бегуны прикольно, задание звучит. Мне интересно, что там будет. Вообще, в принципе, вот эта тематика ночных бегунов. Они так про них рассказывают, как будто это... Элита... Элита. Может быть, мы сможем к этому прикоснуться? Или ими стать? Если они все... Где-то в прошлом. Как-то очень мало акцентирует внимание на том, что у нас Эйден периодически просто так превращается в... В зомби, в монстра, мутирует. Да и он как-то не обращает на это внимание. Такой, ну да, я опять просто вырубился. Ну, бывает. Как будто это просто норма. В принципе, для него это норма, это часто происходит. А потом он живой просыпается в других местах. То есть, он явно как-то переместился, или его переместили. И ни слова об этом не говорится. То есть, мы-то знаем, мы-то все видели. А что происходит у Эйдена в башке, ну то есть, я не понимаю. И еще рано или поздно кто-нибудь узнает. Кто-нибудь будет находиться рядом. К чему хорошему это не приведет. Эйден, ну и так сомнительное отношение, потому что кто ты такой? Что ты делаешь? На чьей ты стороне? А я не на чьей стороне, ну реально. Ну, как бы я помогаю тем, кому считаю нужным. То есть, здесь, например, вот во второй половине игры, миротворцы мне показали исполнять себя адекватными. Практически. Ну, то есть, мы с ними как-то сдружились, все получилось. Пусть, знаю. Раньше я... Привет. Это ты жена Леона? Да, я Кира. Могу помочь? Я был в телебашне и... Нашел там твоего мужа. Я пришел сюда, потому что... Нет. Молчи, молчи. Должен был... Прошу, ничего не говори. Знаю, ты пилигрим. Соболезная. Он был замечательным. И попросил передать письмо. Спасибо. Значит, таков конец взвода 404. Во взводе 404? Никогда о них не слышал. Они были легендой. Это они помогли вытащить Фрэнка из телебашни и защищали Мисси, когда зараженные проникли внутрь. На них равнялись все миротворцы. И сейчас мы должны чтить память взвода. Откуда столько знаешь об этом взводе? Я была их радисткой. Слышала, как они погибали. Их последние слова. До сих пор слышу их. В своих снах. Но это же хорошо, да? Потому что надо их помнить. А здесь миротворцы должны чтить их память, как они делают с другими павшими. Я понимаю, о чем ты. Помнить — это наш долг. Пилигрим. Можно тебя попросить? Ты поможешь найти их... найти армейские жетоны взвода 404? Я этим займусь. Спасибо. Некоторых из них ты знаешь. В телебашне были Вержбовски, Крис и лейтенант Роу. У меня уже есть жетоны погибших в телебашне. Что до остальных бойцов. Вот их оперативные отчеты. Ты уже знаешь, что делать. Уверена, братья и сестры будут рады воссоединиться. Оно как бы завершено, но здесь можно взять. Нет, спасибо. Искать трупы в городе не очень хочется. Меня интересует... Ночные бегуны. Иди сюда. Субтитры сделал DimaTorzok